Народ, ну что, дебаты с корневорцами продолжаются, вернее с их лидером, предводителем корневорцев, самым мужественным корневорцем, его зовут Рикардо. Ну, по сути, это среднестатистический корневорец, который пытается любыми способами получить хоть немножечко мужественности. И обычно они это делают за счет того, что питаются плотью безобидных существ, которых они даже сами не могут поймать, откусить и так далее. Максимум, что они могут сделать, это прийти в магазин и взять подложку с плотью в супермаркете где-нибудь. Говорить про их мужественность вообще, про их характер, про что угодно, это просто обиженные жизнью описывшиеся мальчики. Ну, так вот, Рикардо среднестатистический корневорец, но он у них самый главный, самый мужественный. Вы сейчас увидите, как он выглядит, как он общается, как он разговаривает, то есть вообще поймете, что это такое. Кто такие корневорцы? Это мозгом обделенные существа, которые полностью убирают из своего рациона любую пищу растительного происхождения. То есть насыщенную, получается, богатую антиоксидантами и клетчаткой. В связи с чем у них перестает нормально работать, перестальтика кишечника? Ну, грубо говоря, у них нарушается дефекация. И корневорцы могут месяцами не дефицировать, в связи с чем у них начинает отвратительно пахнуть изо рта, под одежда. То есть у меня есть много знакомых, девушек в основном, которые жаловались на то, что происходит с их молодым человеком, который сошел с ума и начал стремиться к мужественности и питаться по системе корневор. Это настолько неадекватно и жалко, но да ладно, разберем это в следующих выпусках. Так вот, в связи с чем у них нарушается дефекация и процессы гниения внутри усиливаются, чем отравляют организм, в связи с чем запах пота, запах изо рта, ну и так далее и тому подобное. В общем, представляем, да, что такое гнилостные процессы, воображаем. Так вот, хочу вам сейчас показать, что корневорцы думают на этот счет. Здравствуйте, мои мягкие, нежные, пушистые котики. Да-да, я обращаюсь к вам, настоящие мужчины. Все, кто на меня подписан, и я жму, жму, крепко жму ваши потные, липкие ладошки. Так вот, сегодня, друзья, что нового? Сегодня замечательные новости. Я так вкусно покушал. Просто сейчас расскажу. Мы с друзьями пошли в баню, и в бане мои друзья тоже настоящие корневорцы, между прочим. Я с кем попала, там, со всякими фруктоежками, не общаюсь. И в бане мои настоящие друзья-корневорцы угостили меня крепким, упругим, конским, половым органом. Да-да-да, я пришел домой, развернул его, он немножко попахивал, но ничего страшного. Я сделал себе салатик, салатик из конской, получается, вот этой лупки. Смешал с кишочками, с кишочками куриными. И сверху еще немножко покрошил свиного фарша. Вкусненько, просто. Мммм. Нужно будет как-нибудь завести отдельный чат с рецептиками. Будем делиться, чем питаемся. Так вот, вкусно покушал. И сегодня я хочу поотвечать на вопросы. Один из частых вопросов, который мне задают, это такой, знаете, подлый укол со стороны фруктоежек. Опять этот их там высокий, который красивый, вот этот вот накачанный, вот этот весь, он опять закидывает в наш огород камушки. Ну что, давайте раскрипать. Высмеивают нас, говорят, корневорцы не ходят в туалет. Говорят, у корневорцев что-то с перистальтикой. Корневорцы не ходят в туалет. Вы что, вы понимаете вообще свой уровень развития? Думаете, вы меня переграли? Нет, нет, нет. И еще раз нет. Очень просто я отвечу на этот вопрос. Корневорцам не нужно ходить в туалет, потому что какашечки-корневорцы какашечки-корневорцы перерабатываются в тестостерон. Ну что, выкусили шах и мат? Король и королева. Партия выиграна. Вот так. Очень просто я могу ответить на любой вопрос. Чем больше в корневорце какашечек, тем больше он мужчина, понимаете? Вот я не ходил в туалет уже три месяца. И когда я чувствую какие-то позывы, я терплю, потому что я знаю, это переработается в тестостерон, и ты станешь еще более мужественным. Ой, что-то у меня заболел бок. Наверное, после кишочков. Они были немножко некачественные. Попахивали, признаюсь. Но ничего страшного я в этом не вижу. Лев же тоже не всегда свеженькое мясо кушает. Почему? Да потому что в Африке нет холодильников. Выкусили. Ой-ой-ой. Что-то у меня животик закрутило. Ну хорошо, мои маленькие мальчики нежные. Настоящие мужчинки. Я пойду посмотрю, что там за тестостерон из меня. Сколько тестостерона накопил за эти три месяца? Я обязательно выйду на связь. Помните, мы мужчины. Не сдавайтесь. Кишочки с сырым фаршем. Советую каждому. Мама, мама, ты там еще долго? Мне нужна ванна. Выходи быстрее. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok